На три дня Барнаул стал самой масштабной площадкой для обмена опыта начинающих предпринимателей со всей России. Сегодня в краевой столице открылся седьмой слёт сельской молодёжи. Поделиться своим опытом и узнать секреты других приехали молодые бизнесмены со всей России, всего около 400 человек. Они собрались здесь, чтобы доказать, быть сельчанином и престижно, и прибыльно, особенно если ты молодой и хочешь начать своё дело. Рузанна Мативосян из села Бобровка Первомайского района решалась на это больше пяти лет. И вот уже два года девушка – индивидуальный предприниматель. Открыла свою мастерскую, где сама изготавливает и продаёт плетёные корзины, куклы ручной работы, матрёшек. С помещением у меня были проблемы, но я защитила свой проект, получила губернаторский грант и открыла собственное дело, и построила собственную мастерскую. Мне кажется, если бы мне предложили в городе очень крутой коттедж, я бы никогда не поменяла деревню на город. Почему? Ну, не знаю, другая атмосфера, другой климат, обстановка. Мне кажется, на селе лучше и интереснее жить, чем в городе. А вот Константин Терещенко из Новосибирска первый в России организовал в селе Нью-Колхоз. Каждый, кто туда приезжает, может остаться переночевать или взять животное на прокат. А ещё купить, например, гуся, которого вам вырастят местные фермеры. Наш проект признан решить проблему первое с чем? То есть с финансированием, прямым финансированием фермерства. То есть человек, приобретающий удалённо горожанин продукцию, он фактически делает предоплату за то, что мы ему вырастим. Когда человек вступает в коллективное хозяйство, приобретая птицу, делая заказ, он фактически на берегу договаривается о цене, которая будет реализована в продукции. Слёт сельской молодёжи проходит в крае в седьмой раз. В этом году он собрал 400 участников из 25 регионов России. То, что нужно делать ставку на село, подтверждает и был предпрезидент в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. Он пообщался со студотрядом «Алтай», который гремит успехами на всю Россию. А ведь больше 70% этих ребят – выходцы из деревей. Я думаю, что вы востребованы будете у себя в Алтайском крае. Это вопросов, которые надо решать с вашими руками, с вашим участием очень-очень много. Среди популярных молодёжных проектов – повышение финансовой грамотности, развитие молокозаводов, социальное предпринимательство, сельский туризм. Губернатор Александр Карлин отметил, все интересные проекты получат поддержку администрации. Мы сегодня ждём активного прихода молодых инициативных предпринимателей именно в этот сегмент экономической деятельности, но имеющий огромные социальные последствия. Это развитие сферы культуры, здравоохранения, оказание социальных услуг жителям сельской местности. Это не очень прибыльный, но чрезвычайно востребованный вид бизнес-деятельности. Слёт продлится три дня. За это время участники поделятся опытом, узнают основные хитрости ведения своего дела на селе, посетят мастер-классы и побывают на крупнейших сельхозпредприятиях Алтайского края. Дарья Масалова, Дмитрий Козерлыга, Новости. Дмитрий Козерлыга, Новости. Продолжение следует...